Здарова, ребята! В этом видео я вам покажу топ-5 секретов, которых вы не знали. Ну, либо, может быть, забыли, либо вы вообще будете в шоке, короче, сегодня. Итак, начнем с первого секрета, но перед тем, как мы начнем, ребят, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки, это очень важно, и писать комментарии. Напишите в комментариях, чем вы любите заниматься в Брукхейвен. Вот прямо сейчас дам вам на это 5 секунд времени. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Успели написать? Нет? Ну, ладно, чуть позже тогда напишите. Итак, первый секрет, который вы не знали, находится в здании под названием Мэрия. Да, Мэрия. На самом деле, этому секрету, ребята, скажу вам по чесноку, дофигища лет, тысячу лет этому секрету. Если вы не знали, вы сейчас будете в шоке, да, тысячу лет. Представляете? А я был один из первых, кто знал этот секрет, да, поэтому можете сказать, что мне тоже тысячу лет. Итак, мы поднимаемся сюда. Да, знаете, Мэрия еще даже не так выглядела, как сейчас выглядит. Заходим вот сюда, и тут у нас офис Мэра. С виду ничего необычного. Если мы так ходим, у нас здесь попахивает всякой канцелярией, ничего интересного. Но, оказывается, есть здесь что-то интересное. Видите, что это такое вообще? Какая-то рамка, картина, но тут ничего нет. Пустое, пустое поле, белое пустое поле. Что это означает? Да хрен его знает, да, вот многие скажут, зайдут, даже не заметят. Но если вы вдруг сделаете вот такое вот телодвижение, то есть вы выходите... Где? Подождите. Да, мы выходим. И нажимаем вот сюда. То есть мы выключаем везде свет. И после того, как мы заходим в офис Мэра... Чего? Посмотрите, что у нас здесь написано. Специальное спасибо, особое спасибо, да, посмотрите, вот этим людям. Кьюти, Фокси, Кейт, Уиллоу, Физи Пайн, да, или Физи Пайн, Уитни, Кристин, and Гевин. Кто это за люди такие? Я не понимаю. Я не знаю, напишите в комментариях, знаете вы или нет, но... Мое предположение, что это те, кто помогали Вульф Паку создавать эту игру. Возможно, они какой-то вклад внесли. Может быть, это разработчики, может быть, это какие-то маркетологи, помощники и так далее. Поэтому мне кажется, что... Ну, возможно, возможно, это оно и есть. Ну, прикольно, да, мне нравится. Но этот секрет мало кто знает. Ребята, как я уже говорил, ему тысячу лет еще древний Вульф Пак это сделал. И мы теперь можем наблюдать, так скажем, его работу. Ну, ладно, идем дальше. Включаем давайте обратно свет, потому что экономить мы можем не экономить. У нас здесь солнечные панели вообще-то стоят. Так что бесплатно у нас электричество, понимаете? Итак, следующий, следующий секрет, который у нас есть. Для этого мы возьмем машину, потому что без машины туда добраться никак. Давайте возьмем вот этот байк. Если он прогрузится, конечно, ребята, напоминаю, что я в данный момент в Египте и буду здесь два месяца. В Шарм-эль-Шейхе, город такой называется. А интернета тут нет, и я как бы с мобильного сижу, поэтому если что и работает, так и спасибо, что работает. Давайте берем сейчас скорость 200, чтобы молниеносно долететь туда. Внимание, разгоняемся. Так, можно турбо бахнуть, чтобы быстрее разогнались. Так, едем по прямой. Вообще, байк супер. Главное не завернуться. И вы посмотрите, где мы находимся с вами. Мы находимся в доме мистера Брукхэйвена. Как вы знаете, это старый дом мистера Брукхэйвена. Он имеет огромное количество странных каких-то вещей, странных мистических атмосфер. Вокруг него плавает какая-то аура, да? Но, ребята, на самом деле это очень интересно, потому что как только вы забираетесь вот сюда, снизу появляются какие-то жесткие молнии страшные, да? Тоже этому секрету, ребята. Тысячу лет, представляете? Древний Вольф Пак еще это все создал. Что это означает, вообще непонятно. Какая-то очень странная, неведомая энергия. Возможно, эта энергия связана с, ну вы понимаете, с источником энергии, да? Но это очень и очень жестко. Да, давайте сейчас поднимемся и посмотрим, что тут за надпись какая-то. Что-то Брукхэйвен RPR Contributors. Переводится как соучастники Брукхэйвена, да? Либо помощники. И тут, смотрите, здесь полная история. Полная история создания Брукхэйвена, ребята, да. Здесь, на этом священном камне, либо в нашем случае куске воздуха, у нас здесь написана полная история Брукхэйвена. Давайте я расшифрую, чтобы вы поняли, что здесь такое. Как видите, начальный год у нас 2020, да? И что у нас здесь? Смотрите, у нас тут есть аббревиатурки, видите, написано CBIAD. И тут у нас написано C это Coding, C это Building, то есть строительство. I это User Interface, то есть это то, что вы видите, всякие иконочки, менюшечки, да? A это Art, то есть всякие художества, рисунки, картины и так далее. I это Design, дизайн это может быть также дизайн картинок, иконок, города и так далее. Далее S это у нас Support, то есть переводится как Поддержка. Поддержка, то есть поддерживали игру в, так скажем, живительном состоянии. Значит, что мы можем отсюда понять? Что в 2020 году... Алло, включи. Сейчас я вам включу еще раз. В 2020 году Q это квартал, то есть во втором квартале. То есть квартал это у нас сколько? 4 месяца получается, да? То есть во втором квартале это у нас получается январь, февраль, март, апрель это 4 месяца. Да, потом май, июнь, июль. Август это второй квартал, грубо говоря, считается, да? И у нас что имеется? То есть летом 2020 года Wolfpack был программистом, строителем, User Interface он сделал. Также он рисовал и также он что? Делал дизайн, да? И Эйден Ли Вульф, я думаю, вы знаете этого персонажа. Он у нас делал D&S, то есть он у нас делал дизайн и support, то есть поддержку. И мы видим, что вплоть до 2021 года Wolfpack вместе с Эйден Ли Вульфом работал. Потом, начиная с второго квартала 2021 года, как видите, Wolfpack вообще абсолютно всем занимался все это время. Вплоть до 2024 года, квартал второй, квартал, то есть это лето, да? Вплоть до лета 2024 года Wolfpack все это делал. И также мы видим, смотрите, Уитни, Кристин, Дипайн, да? И Гевин. Это как раз те имена, которые мы видели с вами на той секретке в мэрии, да? На той картине. То есть вот они, люди, которые помогали. То есть Уитни у нас building, то есть он у нас что-то строил. Кристин у нас, это у нас поддержка была, да? Физипайн, это, видите, coding, то есть он программистом был, да? Опять Эйденли Вульф подключается в 2022 году. И также в 2023, и в 2023, во втором и в третьем квартале у нас получается Wolfpack вместе с Кристин и Гевином что-то делали. Интересно, да? И как вы видите, потом Wolfpack обнищал, видимо, денег. Деньги у него закончились, и он один теперь работает. Короче, вот такая вот интересная секрет. Идем дальше. Следующий секрет. Никто не знал, кроме тех, кто смотрит мои видосы. Для этого мы берем байк. Давайте сейчас опять бахнем 12 дней. Так, время остановим. Берем байк и отправляемся с вами в следующую секретку. Никто об этой секретке мог не знать, кроме тех, как я уже сказал, кто следит за моим каналом. Что это за секрет? Эта секретка, ребята, связана со спауном. Вы можете попасть вот сюда под стекло. Каким образом? Без всяких багов и читов. Да. Давайте я вам покажу, как это делается. Заходите вот сюда вниз. Спускаетесь вот сюда. Здесь у нас, смотрите, даун танцем. Нажимаем на иконочку. И прыгаем сюда. Оп. И вы попадаете под спаун. Вы можете здесь бегать, проходить сквозь стены. Построить какую-нибудь свою базу. Так, я уже заблудился. Вот, вот здесь можете поплавать даже, смотрите. Да. Вот это вот очень интересно. И пугать людей каким-то образом. Не знаю. Можете тут скелета поставить. Убежаете. Человек просто офигеет. Чтобы выбраться, опять нажимаем на кнопочку. И вот они мы. Опять находимся вот здесь. Но считаю, что секрет очень интересный. И вы, возможно, о нем не знали. Следующий секрет будет очень интересный. Для многих ребят. Да. Что мы делаем? Мы с вами идем в... Так, аккуратненько. Тихо. Тихо, тихо. Мы идем с вами сюда. Забираем все. В больницу. Далее. Идем. Тихо, не ложись. Далее идем сюда. И тут у нас будет постер. Мы на него нажимаем. После этого мы идем сюда. Опять садимся на наш моток. Едем в библиотеку. Так, вот библиотека. И здесь у нас будет спрятана книга. Бэм. Забираем ее. Книга интересная. Точно такая же книга у нас есть, кстати, в новом доме агентства. Она будет работать или нет? Скорее всего, нет. Но можете попробовать. И теперь мы заходим в мотель. Смотрите, мы берем комнату. Но комната очень страшная становится. Да, это еще один секрет, ребята. Еще один секрет, где вы можете, можете сделать очень интересные вещи. Посмотрите, какая страшная комната. Какая-то заброшенная, да? И это, ребята, секрет, который вы могли не знать. Следующий секрет будет довольно интересный. Ему тоже тысячу лет. Он супер древний. Букак еще тогда, я не знаю, только начинал разрабатывать Брукхэм. Да, то есть много чего здесь не было. Так, тихо, поднимаемся. Тихо, тихо. Что за байк? Что он скользит, как будто я на льду езжу? Так, поворачиваем сюда. Здесь сюда, смотрите, будет церковь. Да, ну, с виду ничего необычного. Но если мы нажмем на эту кнопку Funerals, прыгнем сюда. Можно даже не прыгать. С помощью Shift-P можно сделать вот такую вот манипуляцию. Спускаемся вот сюда. И тут будет фотография мистера Брукхэйвена. Да, посмотрите, вы видите, что здесь у нас как раз вот этот дом. Да, откуда мы знаем, что это дом именно мистера Брукхэйвена. Из этой фотографии. Про дом, который говорится, вот он здесь. Вот этот дом, в котором живет мистер Брукхэйвен. Да, жил, по крайней мере. Этот секрет все забыли. Но он настолько древний, что его знают только самые трушные олды. Напишите в комментариях, с какого года, с какого времени вы начали играть в Брукхэйвен. Будет очень интересно.